Всем привет! С вами Мария Лэнд и сегодня очередные идеи для ежедневника и блокнота. На создание данного разворота меня вдохновила вот такая страничка из журнала, вернее не страница, а сама рамочка. Чтобы узнать, что я имею ввиду, досмотри видео до конца, здесь будет много классных идей. Итак, первое, что я нарисую, это будет воздушный шар. Цветовая гамма будет у него вот такая же, как эта рамка. Для этого мне понадобится такая вот гамма оттенков. Как всегда, я сначала линером отведу контур нашего шара воздушного. Если кому-то непонятно, можете нажать на паузу и пересмотреть какие-то моменты. Кстати, не забудьте подписаться на мой инстаграм, там я часто провожу лайк-таймы, лайки у своих зрителей, а также почти каждый день выставляю новую идею для ежедневника и блокнота. Ссылочка будет в описании, так что обязательно заглядывайте. Вы можете выбрать любой понравившийся вам скотч и раскрасить воздушный шар в соответствии с выбранным вами скотчем. Продолжение следует... Ребята, я знаю, что поступит сейчас много вопросов, чем я рисую. На моих маркерах вот такая вот кисточка. Есть полный обзор канцелярии. Подсказ ты увидишь сейчас. Канцелярия номер 5. Я там тестировала эти маркеры и вообще рассказывала, где и что я покупаю. Так что бегом смотреть. У меня воздушный шар ассоциируется с путешествиями, но, к сожалению, мы не так часто куда-то путешествуем, поэтому разворот я решила посвятить именно поездкам. Поездки в театр, в океанариум, даже поездка к родственникам, к друзьям за город тоже отлично подойдет. Давайте делать такой разворот. В самом шаре я хочу написать поездки. Итак, я отрезала боковые полоски страницы и сейчас буду располагать их на листе. Первое, что я запланировала, это поход к самому красоты, поэтому я нашла подходящую картинку и приклеила ее на нашу рамочку. Сначала я займусь расположением своих поездок, а уже далее заполнением текста. Итак, второе, я увидела, что в магазинах уже продают весеннюю коллекцию и хочу поехать за кожаной курткой, поэтому клею вырезку с курткой кожаной. Вы можете в журналах также найти картинки вырезки, подходящие вам под список поездок и дел. Вы можете также использовать наклейки или просто наклеить скотчем эту рамочку и записать ваши дела. Третьим важным пунктом у меня, конечно, не поездка в пути океанариум или театр, но вот в 3D-кино я точно собираюсь. Моим вырезкам я придам контур. После того, как я проставила числа, в которые я собираюсь делать эти мероприятия, я хочу нарисовать пунктир. И, разумеется, замески, чтобы знать, что, куда, по какому поводу и ничего не забыть. Продолжение следует... Какой кинотеатр без попкорна, поэтому наклейку обязательно приклею В куртке я добавлю наклейку покупок, такая сумочка И салон красоты, конечно, наклею помаду Разворот получился очень в пастельных оттенках Мы сделали его полезным Теперь вы знаете, как можно оформить разворот касаемо поездок Очень мило, красиво И надеюсь, вы уловили идею, что если вы выберете какой-нибудь скотч, который вам нравится по цвету Можно сделать вот такую вот страничку и разворот И шар раскрасить все цвета, которые у вас скотч А я вам показываю следующие идеи оформления Итак, следующий разворот будет посвящен вдохновению Мне кажется, очень хорошо подойдут золотые листы, оттенки Если у вас есть золотая цветная бумага или золотые скотчи Все, берите, это нам подходит для оформления Но я решила использовать более доступный материал Это фантик Наверняка у всех из дома конфеты с золотой такой вот фольгой И вместо этого золотого скотча я решила использовать такую вот вырезку из журнала вместо рамочки Только под размер она мне не подходит Она слишком большая, поэтому мне придется обрезать края и соединить ее поуже, чтобы она стала Итак, первонаперво я напишу надпись «10 шагов для вдохновения» Подчеркну я нашу надпись таким вот золотым маркером А контур обведу черным Подобные эксперименты хорошо проводить в ограниченном количестве времени К примеру, попробовать на определенной неделе А уже потом, если вам это понравится, можно создавать полноценные трекеры с разворотами на месяц Нарисуем табличку, как раз, как я и говорила, недельную Таблица собой представляет сеточку с развивкой на дни недели И рядом будут располагаться пункты, о которых я расскажу чуть попозже Сверху я написала дни недели, над которыми я буду проводить эксперименты числа и эти книги А слева я напишу номера пунктов, у меня их будет 10 В колонке слева я буду писать то, что вдохновляет меня, придает мне сил Если у вас есть такие вдохновлянки, можете записывать свои, а можете взять мои Итак, первое, что меня вдохновляет, это фонтаны Всегда люблю смотреть на бегущую воду Меня это очень успокаивает и одновременно вдохновляет Разумеется, меня также вдохновляет музыка Всегда люблю поискать новые треки На красивые места могу смотреть вечно Очень люблю находиться на имя красивое Лично мне всегда беспроигрышно повышает настроение сладкое Очень люблю сладенькое Люблю листать журналы и находить вдохновение в них Стоит ли говорить, что кино это еще один беспроигрышный вариант вдохновения Из этой же серии, конечно, книги Вполнение запасов косметики это само по себе уже вдохновляет Два процедуры, всякие маски, горящие свечи Думаю, тут все со мной согласятся И, конечно, последний пункт это дарить радость другим при помощи подарков Очень классно, когда ты что-нибудь даришь и этот человек улыбается Сразу вдохновение появляется и ты сам рад И, конечно, теперь нам остается закрасить квадратик В какой день недели из пунктов мы использовали К примеру, с 20-го мы заели свое плохое настроение сладким У нас появилось вдохновение Значит, мы здесь вот застряхуем квадратик Что мы воспользовались этим способом И в конце недели будет видно наглядно, что из пунктов работает больше и лучше всего Левую страничку я оставила пустую специально Чтобы разместить здесь всякие вырезки, наклейки, рисунки Вдохновляющие меня Это всякие красивые места, как я писала здесь Это, опять же, вкусненькая еда, аромат духов Очень люблю, когда вкусно пахнет И размещать все это я буду на золотом фантике, как и обещала Чтобы собрать наклейки в единую композицию, добавлю свой любимый пунктир Хочу приклеить такую наклейку с указателем пляж Также добавлю коричневый бантик И здесь я расположу еще вещи, которые меня вдохновляют Но, наверное, использую в следующий раз, на следующую недельку вдохновение Также у меня есть еще вот такой лист с наклейками Думаю, коричневый и вигвам сюда отлично подойдет Думаю, коричневый и вигвам сюда отлично подойдет Кому интересно, можете поставить на паузу и почитать Итак, показываю поближе, что у меня получилось Мне кажется, это очень ярко, нестандартно Опять же-таки, это полезно, мотивирующе У кого нет вдохновения, я уверена, что после просмотра этого видео Вы зарядитесь и вдохновитесь, и пойдете креативить Ставь лайк, если тебе понравилась идея этого разворота И, конечно, не забудь указать в комментариях Какой из разворотов понравился тебе больше всего Понравилось видео, ставь лайк Пиши комментарий, конечно, подписывайся на канал И нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующее интересное творческое видео А я с вами прощаюсь Ловите момент Была с вами Мария Ленд Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok